Это пульс дня и мы продолжаем. В Афганистане готовятся к гражданскому миру и согласию сразу после вывода американских и союзнических войск с территории этой азиатской страны. Мы маджахеды, мы выступаем против талибов как сейчас, так и раньше. Мы не позволим им покушаться на нашу родину. Мы их всех уничтожим. Этот митинг провели сотни бывших афганских маджахедов северной части столицы Кабуля. За последние сутки представители талибана вновь расширили свои территориальные владения. Наступление продолжается. Сейчас оно идет неподалеку от приграничных районов с постсоветской Средней Азией. На окраинах трех региональных центров в провинциях Фарьаб, Балх и Кундуз случились ожесточенные бои. Талибы схлестнулись с представителями правительственных войск. На севере Афганистана боевики захватили город Ширхан-Бандар, а также таможенный терминал на границе с Таджикистаном. В результате таможенники и сотрудники сил безопасности бежали в безопасное место через границу. Напомним, Соединенные Штаты начали вывод войск 1 мая. Центральному правительству переданы некоторые военные базы. Нынешняя власть в официальном Кабуле может пасть уже через 6 месяцев после того, когда последние танки и солдаты НАТО покинут Афганистан. К такому выводу пришло разведцеобщество США. Об этом сообщает газета Wall Street Journal. Издание ссылается на неназванных источников, которые якобы знакомы с оценкой новых условий. Силы безопасности Афганистана все чаще без боя сдаются террористам. В распоряжении Талибана уже есть натовские вездеходы, а также другая захваченная американская военная техника. Прежде эксперты были куда более оптимистичны. Во время пятничной беседы Джо Байдена и Ашрафа Гани последнему предрекали еще как минимум два года у власти, но текущий момент все как-то подредактировал. И прогнозы изменились. Вашингтон сейчас уже вывел из Афганистана более половины из трех с половиной тысяч военнослужащих. Но справедливости ради, какие-то точечные успехи в деле борьбы с талибами у центрального правительства иногда где-то, но случаются. Это кадры из провинции Герат. Регион считается одним из наиболее крупных в стране. Он второй по площади после провинции Гельмент расположен на западе страны, на границе с Ираном и Туркменией. Там местные жители из числа незаконных вооруженных формирований сложили оружие и перешли на сторону официальных властей. Теперь, когда иностранные войска покидают Афганистан, у нас больше нет проблем с нашими афганскими соотечественниками. Мы присоединяемся к афганскому мирному процессу. Для этого мы и прибыли сюда. С Божьей помощью мир продержится. Мы больше не хотим кровопролития в Афганистане. Для местных властей мероприятие в духе этого носит скорее даже политико-идеологический характер. В условиях наступления талибов представитель официального Кабула пытается всякий раз доказать, что они якобы здесь власть, и за нее будут бороться. 130 боевиков талибана, которые действовали в основном в южной части провинции Герат, присоединились к мирному процессу. Это, конечно же, играет лишь на пользу улучшению ситуации в части обеспечения безопасности Герата. Поэтому мы призываем и остальных сложить оружие. Но складывать оружие талибан в своей массе повально, кажется, не собирается. Вот еще один красноречивый пример. МИД Узбекистана сегодня сообщил границу с республикой, пересекли 53 военных пограничника, а также бойцы местного ополчения. Все они из Афганистана. Произошло это 23 июня в районе уезда Шартепа. Уточняется, военные имели при себе оружие. В МИД Узбекистана сообщили, в отношении этих людей была проведена процедура дознания и следственные действия, после чего военных отправили домой. В Министерстве предупредили, что будут жестко пресекать нарушения государственной границы. Также было отмечено, что Узбекистан внимательно следит за ситуацией в Афганистане и за пограничными северными провинциями. Республика обеспокоена ростом насилия в соседней стороне, но Узбекистан не будет вмешиваться в дела соседнего государства. Ситуация накаляется. И миром и стабильностью не пахнет. Я уверена, что все сейчас аналитики, политконсультанты, военные эксперты, наверное, все-таки обеспокоены тем, что же будет после того, как все войска, американские войска и натовские войска будут выведены из этой бедной стороны. Но прошла такая информация, что президент Байден планирует все-таки замедлить ход вывода войск. И это красноречивый достаточно факт, потому что сейчас вообще Ллойд Остин, шеф Пентагона, недавно выступал и говорил о том, как они будут в дальнейшем формировать бюджет. Для чего он будет просить деньги, для каких нужд военных? Он сказал, что мы не исключаем новых войн. И уже запахло порохом, как говорится. Поэтому на этом фоне, таком тревожном, на этом фоне ситуации в Афганистане, о том, что талибы каждый день захватывают все новые и новые районы Афганистана, конечно, грех не подумать о том, что же делать дальше. Говорят, что вывод войск замедлится, потому что генералы и адмиралы, мы рассказывали об этом в одном из наших выпусков «Пульса», написали письмо Байдену, в котором попросили хотя бы какие-то призрачные контакты оставить с этой страной, в частности, с Гани, со шрафом Гани, хотя он, по-моему, только номинально выполняет свою президентскую функцию. Тем не менее, генералы и адмиралы просили оставить там хотя бы военных советников. Но пока вот этот запрос завис в воздухе. Что касается вот этих инициатив различных, мирных, 6 плюс 2 и других, они, конечно же, не принесли никакого результата. И в достаточно, я бы сказал, пикантной ситуации оказались Соединенные Штаты, потому что за 20 лет ничего не изменилось. Да, и причем вывод войск к 11 сентября, потому что тогда как раз коалиция была введена на территории этой страны по результатам событий 11 сентября. И тут тоже очень много символизма даже в дате самого 11 сентября, потому что это было время, когда очередной такой исламский поход на Европу был остановлен под Веной в Европе. И в этой битве, в том числе, кстати, приняли участие много кто, но в том числе, кстати, и представители польских королевских войск. И, в общем, то, что тогда это было, ощущалось в том мире, который наступал как некая, ну, пощечина, да, их вынудили проиграть, то потом 11 сентября, через много столетий, эту дату они помнили, то есть это было понятно. И вот теперь почему-то дата опять 11 сентября возникает, и к этой дате, конечно, вывод войск, который изначально туда был осуществлен для отстранения Талибана, к чему привод? Потому что Талибан отвоевывает свою территорию обратно, захвачен. То есть по самым скромным подсчетам, только к моменту нашего сегодняшнего эфира, около 50 территорий, да? Ну, это как вот провинции, да, на район уезды делятся. В общем, 50 таких административных единиц было уже захвачено. Это абсолютно верно. Ну, и вот просто маленький такой, такая иллюстрация, да, мы знаем, что, в частности, в Средней Азии, потому что там, в общем-то, большинство государств, они по-светски, они... Граничит с Азии. Да, ну, как минимум из пяти-три граничит, да, это Узбекистан, Туркменик, Таджикистан. И, в общем, давайте в государствах, в основном, светское население, и, конечно же, для себя подобного рода вылазки из Афганистана, они воспринимают как угрозу. Ну, и вот, наверное, специально для них расскажем, что, как бы, такую последнюю сводку с фронтов, атаке подверглась больница в восточной провинции Кунары, тут как раз-таки недалеко от афганско-таджикской границы, действительно, это север страны. И что происходило дальше? Вот поселок Шверхан, упомянутый уже неоднократно в средствах массовой информации, Бандар, также попали полностью под власть талибов, но дело в том, что Бандар — это еще одноименное название КПП на границе с Таджикистаном. То есть, вот, насколько мы знаем, есть такая горно-бадахшанская автономная область в Таджикистане, и там, возле столицы этой горно-бадахшанской автономной области, города Харога, буквально недалеко от него, находится река, которая делит Афганистан и Таджикистан. Река, надо сказать, такая вполне... То есть, это горная местность, это вполне себе уже Памир, но река такая очень иногда маловодная, и вообще она не очень широка. То есть, иногда она просто сокращается до каких-то совсем маленьких размеров. Ручейков. Ручейков. И перейти этот ручеек из Афганистана, если там находится талибов, то уже не составляет какой-то большой проблемы, мы это должны понимать. Так вот, захват КГП Шерхан Бандар и прилегающего района привел, собственно, к бегству тех самых упомянутых в Таджикистан 130 пограничников. И это, между прочим, забавно, но представителям службы безопасности Афганистана пришлось искать себе безопасное место, и они его нашли в Таджикистане. Ну и, соответственно, каким-то образом страны региона на это должны реагировать. Так вот, в Душанбе заявили, что готовы принять 10 тысяч афганских беженцев в случае необходимости. Собственно, об этом заявил вот этот упомянутый, точнее, упомянутый регион был, Горно-Бадахшанская автономная область. Об этом заявил председатель вот этого региона в составе Таджикистана Йодгор Файзов. И он напомнил, что во время гражданской войны в Таджикистане Афганистан также принимал таджикских бешенцев, и Файзов отметил, что из Афганистана пока не прибыло ни одного человека. Но ситуация, вероятно, будет накаляться, и, конечно же, сейчас все разговаривают со всеми для того, чтобы каким-то образом понять, как сформулировать хотя бы черновой план поведения. А тут понятно, что ситуация, она явно не будет идти по пути смягчения. Так вот, двое, вполне себе, таких диктаторов, да, среднеазиатских мерзиев из Узбекистана, недавно править начал после Ислама Каримова, да. И вот Рахмон, который пока еще жив, да, так вот пообщались, и, значит, о чем они поговорили. Был телефонный разговор, и главы государства обсудили ситуацию, который складывается в Афганистане, особенно на границе между... Потому что оба государства выходят к Афганистану, примыкают к нему своими территориями. И ситуация в северо-восточных провинциях и по периметру, она, как согласились оба лидера, она будет, вероятно, усугубляться. Мерзиев и Рахмон оценили обстановку как довольно напряженную, но при этом понимают, что очень много воды сообщается и по результатам этого разговора. Ну, во-первых, вряд ли бы нам сообщили прямо аж все, это совершенно очевидно, но тут понятно, что они сами находятся в некой растерянности, не сильно понимают, что делать. Ну, и вот тут, наверное, еще нужно добавить, что, собственно, талибы захватили в минувший вторник главный пограничный переход Афганистана с Таджикистаном, то есть еще один. И тут это как вот примерно раковая опухоль с метастазами. Тут что-то каким-то образом делать надо. Я даже вспомнила о том, что в 2010 году бывший президент Афганистана Хамид Карзай запустил мирную инициативу, пытался договориться с талибами. Естественно, ни к чему это не привело. А Соединенные Штаты в свое время попросили Катар для того, чтобы они открыли на своей территории офис для талибов. И у них действительно на протяжении какого-то времени был достаточно обустроенный современный офис с кофемашиной, с факсами, с компьютерами, с интернетом. Вот понимаешь, но что значит у людей, если их можно таковыми назвать, абсолютно нет никаких принципов. Абсолютно у них они заточены на дно. Убивать, стрелять и захватывать новые территории для того, чтобы... Они считают, что принципы это их религиозный фанатизм. Конечно, да, они так и сказали, что если мы получим полноценную, полнокровную власть в Афганистане, то мы установим шариат. У нас, правда, там они ради красного словца сказали, что девочкам и женщинам будут разрешены... Жить. Да, что-то... Какие-то послабления будут... Жить разрешат. Свобода дышать хотя бы, да, хоть иногда. Так что ситуация, да, с ними никто не мог и не может договориться. Я уж не говорю про Шраф Аганей, который вообще пошел еще дальше Корзай. Он сказал, я хочу создать инклюзивное правительство. У меня будет, например, помощник министра сельского хозяйства, вот представитель талибов. То есть какие-то у них были абсолютно маргиналистические понятия о том, что талибы могут заседать в правительстве. Я думаю, что сельское хозяйство вполне себе возможно. В глубокой теории они, конечно, не будут этим заниматься. Слишком мелко. Но вот как выращивать мак для изготовления наркотиков, талибы, наверное, точно знают. Переходим к следующей части пульса дня. Меркель оставила народным избранникам Германии внешнеполитическое завещание. Какое? Поговорим об этом после короткой паузы.